Качественное зерно. Это сам Бог, как говорится, велел. Нам здесь, на юге России, выращивать высококачественное зерно. Устойчивые к жаре, недостатку влаги и холоду. А зимый ячмень Валерий – один из таких представителей. Он и его соседи по полю пока находятся на сортоиспытании. Создаются вот эти сорта со всем комплексом. Они не осыпаются, не прорастают на корню, имеют высочайшее качество. Виктор Ковтун занимается созданием новых сортов зерновых уже около 50 лет. За время работы специалист вывел 57 разновидностей сельхозхозяйственных культур. И к имени каждого вида Виктор Иванович относится особенно трепетно. Русский язык богат и многообразен. Поэтому название, конечно, я многие сорта назвал, честно, моего, может, отца, мамы, там, значит, жена, там, может быть, и так далее. Могут называться просто по самому фенотипу сорта, на что он похож больше. Вот сорт есть «Армада», да, такой мощный, такой, как танк почти, что «Армада», да, и так далее. Вот такие названия у нас из русского языка. Валерий, Верочка, Батя – всего в этих питомниках около 60 тысяч сорта образцов. Выведение новых семян – процесс небыстрый. От работы специалиста в лаборатории до готового сорта проходит не менее 7 лет. И все это время образцы находятся под чутким наблюдением селекционеров. Высокое качество зерна, устойчивость к болезням и морозам. Здесь каждый сорт уникален. После лаборатории исследований праздник для каждого селекционера показать то, чего он достиг. Специалисты продемонстрировали свое детище на полях Ставрополья. Задача селекционера – обеспечить аграриев материалом для будущих посевов. Результаты проделанной работы специалисты продемонстрировали в день поля. В Михайловск съехались представители более ста хозяйств. У нас сегодня в реестре селекционных достижений более 50 сортов зерновых колоссовых культур. И ежегодно у нас работает конвейер селекционный таким образом, что мы 5-6 сортов сдаем в испытания, в госсорткомиссию. И таким образом, в прошлом году у нас было 5 новых сортов. Сегодня на испытании находится 8 сортов. Аграрии, которые готовы перейти на новые элитные сорта, могут рассчитывать на финансовую поддержку властей. Так, в 2021 году на субсидирование семеноводства выделено более 85 миллионов рублей. У нас на территории края практически 100% по зерновым культурам занимает сорта отечественной селекции. Следует отметить, что Ставропольская селекция занимает с каждым годом все больше и больше процентов площадей. У нас зимыми зерновыми сеется практически 2 миллиона гектар ежегодно. И из этих 2 миллионов гектар 30% сейчас составляют сорта селекции Ставропольской. А преимущества Ставропольских сортов зерна оценили Виктория Шкальна и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует...